Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, нужна ли вообще спортивная добавка какая-то, там, не знаю, казеин, протеин, креатин, там их очень много, и нужна ли какая-то вообще из этих добавок вам лично? Имеет ли она вообще целесообразность? Имеет ли, да, какую-то ценность, имеет ли какое-то положительное свойство и так далее? Ну, я не знаю, все спортивное питание можно подразумевать как просто добавка к пище. Если вы думаете, что, как бы, там, купите протеин, либо гейнер, и у вас просто попрут мышцы, станете как Шварценеггер, пойдете сжать 200 килограмм на штанге, то такого не будет. Я вас расстрою. Ну да, это полный питание. Многие такие покупают протеин и начинают есть просто. Он, типа, ест два бутерброда с утра, два бутерброда вечером, и днем протеины думают, ой, я для тебя буду набирать. Но ты не будешь набирать, потому что ты ничего не ешь. Расскажу, для чего нужен протеин и вообще гейнер. Протеин и гейнер нужен для того, чтобы, например, заполнять белково-углеводное окно. Например, смотрите, у вас 7 приемов пищи в день. Вы работаете, вы учитесь. Например, 2-3 приема в день вы не можете никак кушать вообще. А вам нужно 7 просто как ни крути. Кровь из носа, надо 7 бахать приемов пищи. Вы берете протеинчик с собой и, оп, скупчик взяли, захавали. Это получилось как 3 яйца, да, например. Ну да, ну, конечно, не надо брать столбанку с собой. Берете, ну, в шейкер там. Тогда уже проще макароны взять сюда положить. Да, смотрите, протеин можно использовать как яйца, например, курица. Берете гейнер и гейнер используете как макароны. Берете гейнер, идете в раздевалку, тырите с кармана все, что можно и уносите в табану. То есть, короче, ребят, что я хочу сказать, это работает как заменитель пищи. Это не работает, там какая-то добавка, которая будет действовать как стероид. А только у вас мышцы не вырастут. Мышцы будут расти также от еды, если вы будете жрать по 7 раз в день. Мышцы будут расти, потому что вы будете в профиците калорий, белка, углевода и так далее. Также, если у вас профицита не хватает, как я уже и сказал, берете гейнер, протеин, особенно если у вас деньги есть в кармане, то покупайте, и это будет отлично. Вот, другие добавки, как креатин. Как думаешь, работает креатин? Ну вот креатин, я бы вообще честно для себя назвал на своем опыте, я пробовал вообще все добавки. И на меня, единственное, что на меня работало, я вообще разочаровался во всем основе, кроме креатина. Вот креатин реально, потому что он тоже действует не моментально, если вы пропили день протеином, креатином. Да, 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 он накапливается в организме. То есть, там накопительный эффект, да, и примерно месяц, когда ты начинаешь пить, у тебя реально увеличивается сила, но она увеличивается не так, как там пишут производители, там, плюс 10-20 килограмм в рабочем жиме лежа, это полная ересь. На самом деле, ну хотя бы на повторение 2-3 вы можете сделать больше, я реально чувствую. Не, ну слушай, смотри, я летом пытался увеличить повторение в отжиманиях до 100 до этих, я делал 70, потом специально решил проверить, креатин начал петь, и за неделю, либо за полторы 100 сделал. Ну, как бы видишь, если бы ты его не пил, это не факт, что ты бы не сделал. Я не знаю, слушай, но я прям чувствовал, что он дает силу. Он дает силу, но здесь, видите, он выносливость дает, да, но я имею в виду... Выносливость силу дает, также он накапливает воду в организме, вы заплываете водой. Вот, креатин такая штука, он помогает реально, но у меня был тогда гастрит, и мне вообще не повезло. Там капец, у меня и запоры были, ну ладно, а не об этом. Лучше, нормально, пейте креатин и не среки. Короче, пейте... Знаешь, врачу я туда месяц несу, значит, он говорит, что ты делаешь, дебил, что, выткни пробку, говорит, какая пробка, я просто креатин принимаю, это фига. Короче, если у вас все в порядке с ЖКТ, с желудочным кишечным трактом, то тогда можете пить, если что-то, какой-то гастрит, либо что-то там фигово, ЖКТ, то лучше не пейте. А если у вас все-таки такая проблема после креатина, вы покупаете протеин Атлант, и потом вы уже неделю не слезаете, это очень хороший. Это какой-то гаудичный вообще Атлант. Да, это вообще, ну там стоит 50 рублей за килограмм, просто бесплатно отдают. Вот, что еще? Есть такие добавки, как рыбий жир, это вообще огонь, это огонь. Витамины просто вот реально, дейли витамин, вот эти дневные витамины, рыбий жир там, это офигенная штука, всем советую, я каждый день пью там. Да, кальций, цинк. Я с утра просто заряжаю вот такую пачку в рот, бро. И, кстати, я заболел, потому что я на то время перестал пить витамины. Когда я пил витамины, я вообще не болел. Повышает иммунитет отлично, витамины очень хорошие, особенно в мои протеины. Не знаю, потому что другие не пил. Ну, да, соглашусь. Ну, я как бы реально много разных пробовал, и всякие аптечные там, это не столь важно, и вообще где-то находил витамины, в общем, покупал, и с ними реально учусь у себя лучше, иммунитет лучше. Единственная тема, что на меня не работает кофеин вообще. Санька Штыреван говорил. Реально, допустим, я, вот что я могу сказать, если бы мне сказали по совету одну добавку, которая будет работать, я бы вообще ничего не пил, кроме предтреников. Но у них проблема в том, что они, во-первых, ночегонный эффект, у вас могут начаться проблемы с надпочечниками, и плюсом с ними нужно дозировать. Если у вас проблемы с сердцем, лучше не надо. Потому что там пульс повышается, дыхание будет замирать и так далее. Много пить не надо, на ночь пить не надо. Сказал Санек, по две с половиной таблетки фигает. Да, но я фигачу много. Там надо одну таблетку, он по три фигает. В итоге я больше перестал, потому что я реально не сплювлен ночами теперь из-за этого. Это жестко. Я вообще перестал пить, то есть, ну, короче, не портите организм, не делайте, как я. И если вы все-таки начнете, может месяц там попить, потом опять на 2-3 месяца прекратите. То есть в период, короче, когда у вас максимально, допустим, вы готовитесь к соревнованиям, какие-то хотите результаты, там, перед другом выпендриться, пожать там 150 кг, тогда используйте. БЦА отличная штука тоже. БЦА, потому что они восстанавливают и силы, и энергию после тренировки. Это незаменимые аминокислоты в нашем организме, потому что с пищей мы на самом деле не так много получаем аминокислот. В принципе, аминокислоты – это распад протеина. То есть, если ты пьешь протеин, ты уже получаешь все эти аминокислоты. Ну, кстати, да. Да, да, если и пьешь протеин, то вот особенно вот в банках вот этих, да, особенно… Которые изолят. Которые, да, изолят протеина, то там содержится уже и БЦА, и там другие, как их называют, лейцин, изолейцин, вот эта тема, все аминокислоты все. Я забыл, как их все перечислить. Лейцин, изолейцин, валин, вот валин. Вот эти все аминокислоты содержатся уже там, всякие витаминки С, Д и все остальное уже содержатся вот в этой упаковке. И, в принципе, этого должно хватать. Если вы, конечно, не пьете протеин, то отдельно БЦА купить и будет круто, я думаю. Да, то же самое могу по поводу выбора протеина. Многие, когда натыкаются на сайт, они… Ну, они слышат где-то там купить протеин, они такие, да, буду покупать, но при этом они заходят и понимают, что есть несколько видов. Есть изолят, есть гидроизолят, есть комплексный протеин и есть еще и КЗН, который там ночной. То есть, если вам вот, ну, если честно говоря, то я бы посоветовал вам просто всем покупать комплексный, просто потому что не нужно будет париться. Вы можете пить его в любое время, в принципе, ваше организм все равно постоянно действует, поэтому это будет самое выгодное. Есть такая тема, что соевый протеин не особо хорошо заходит. Знаешь почему? Потому что на него может быть у большинства народу аллергия на соевый протеин. Он самый дешевый, там стоит 10 евро за килограмм. Но он плохой, я бы не советовал. Сывороточный вот самый офигенный, по-моему. Ну да, но я лично пил все комплексные. Я покупал… у меня были изоляты, но я решил, что лучше для себя комплексные, потому что, в принципе, чего мне париться? То есть, мне главное набрать норму белка и все, я там не парюсь. Какой белок там? Это не особо важно, конечно. Что растительный белок, что животный белок и так далее. Главное, чтобы все в норме было. Да. То есть, белок, углеводы, вы должны их потреблять каждый день, и это будет развивать ваши мышцы. По-другому никак. Если у вас будет дефицит там белка, углеводов, калорий, то вы будете скидывать массу. А вам нужен, если набор, то кушайте много, если у вас нет денег. Хотя, блин, бодибилдинг такое дело, что по-любому бабки придется тратить. Ну, это да. Вам жрать придется раза в три, в четыре больше, чем обычный человек хавает. У обычного человека три приема маленьких пищи там в день. А вам надо по семь хавать. Если для меня, допустим, у меня нет никакой разницы. Что я ем, допустим, всякое говно и уходит куча всего на вкусняшки. Что я ем правильно. Зачем это говно? Я имею в виду, что мне дешевле даже получается питаться правильно для меня, и я при этом буду набирать. Поэтому это все даже зависит от человека. Но тут суть и вообще итог в том, что если у вас нет времени, чтобы покушать, вы можете использовать это. Но самое основное, это если у вас есть лишние деньги, и вы реально собираетесь заниматься серьезно, допустим, вы можете в помощь, как добавку своему организму, купить какое-то спортивное питание. Все равно решайте для себя сами, какое покупать. Все зависит от ваших средств. Если есть средства, то отлично покупать. А если нет, просто ешьте нормально. Это не значит, что если вы не можете принимать протеин, а кто-то может, значит, у него будет в 10 раз больше результата, а у вас нет, нет. Просто главное питаться правильно. Да. Ну, а так в принципе все. Я надеюсь, мы разъяснили. Если они поняли. Да, я надеюсь, вы поняли суть этого вообще спортивного питания всего. Что оно помогает, но тоже оно помогает так, что вы не станете там каким-то великим спортсменом из-за него. Вы просто будете поддерживать свое тело, там микронутриенты всякие получать и так далее. А так, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наши инстаграмчики, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем удачи, пока. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok